Всем привет! В сегодняшнем видео хочу попробовать воспроизвести один из тренировочных принципов знаменитого атлета, немецкого атлета Германа Гернера. Атлета старого времени. Этот принцип тренировочный назывался гекетой по-немецки, это означает цепь. Заключался он в следующем. У него был ряд герь весом от 13,5 до 52,5 килограммов и в количестве 19 штук. Но вес где-то менялся шагом от 2 до 4 килограммов. Эти гири он поднимал определенным образом. То есть он делал сначала рывок, рывок или свинг или выбрасывание по-старому. Потом, значит, делал рывок, потом опускал, делал жим, потом опускал в исходную позицию, делал взятие на бицепс и опять жим. Такое упражнение он проделал с каждой гирей. Сначала правой, потом левой рукой с одним весом, потом перекладывал следующим весом. И делал он это без пауз и доходил до максимального веса. Максимальный вес был 52,5 килограмма, который он, как пишут источники, Это книга «Замайте» про Германа Гюрнера, 52,5 килограмма, он обязательно бицепс снимал. Очевидно, рывок и жим делал. Я решил распровести этот тренировочный принцип цепь Гюрнера, но с некоторыми допущениями. Первое основное допущение у меня будет не 19 гирь, а 12 гирь. Можно показать, что в шоколадах. Они будут весом от 16 килограмм и до 64, то есть 12 гирь с шагом ровно по 4 килограмма. 16, 20, 24, 28 и так далее. Второе допущение относительно взятия на бицепс. Гюрнер брал, очевидно, строго. Там написано в источнике, что он брал строго. Но я не Гюрнер, строго у меня вряд ли получится. Поэтому я буду брать с читингом, начиная с каких-то определенных весов. Но степень читинга будет введена на видео. Для меня главное попробовать воспроизвести в какой-то мере приближенный сам вот этот основной тренировочный принцип. Герман Гюрнер делал эту цепь двумя руками. Правый, левый. Сначала правый, потом левый. Каждый вес. Делал 40 минут. Пишут, что беспалость, но тем не менее за 40 минут. Но я посмотрю, за сколько у меня получится 12 гирь. Буду делать одной рукой. Учитывая то, что у меня левая рука слабее по причине травмы. Я сделаю сначала правой рукой, потом после отдыха, если он понадобится, сразу же сделаю левую руку. С этой цепью посмотрю, насколько я могу пройти. Ну вот, давайте приступим. Ну все, начнем с самого легкого веса. 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 Кажется. С Василий. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...